Бюджет семьи увеличен на 350 миллионов тенге за счет собственных источников дохода. Сегодня в ходе очередной сессии городского маслехата, которая прошла в режиме онлайн, стало известно, на что будут потрачены эти средства. Подробнее в видеосюжете. В работе очередной 56-й сессии городского маслехата, прошедшей посредством платформы Zoom, приняли участие Аким города Ермак Салимов, его заместители, а также 19 депутатов. Первый вопрос, вынесенный на повестку дня, касался итогов прошлого отопительного сезона и хода подготовки к предстоящему. По этой теме выступил руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции Амантай Утельбаев. На сегодняшний день по объектам теплооснабжения готовность составляет 99% котла-агрегаты, 99% тепловые сети, заготовка топлива по меморандуму заключенного с того паражера на сегодняшний день из 108 тысяч угля завезено более 60 тысяч тонн. Поставка поставляется ежедневно по 25-30 вагонов. Теперь по объекту водоснабжения готовность всех водозаборов, всех объектов сетей водоснабжения, и канализация готовность составляет 100%. Что касается жилого фонда, то здесь остается 10% домов, которые еще ведут необходимые ремонтные работы. Объекты же образования и здравоохранения, по информациям Амантая Утельбаева, готовы к отопительному сезону на 100%. Уголь завезен полностью. Однако один из депутатов привел в пример школу в поселке Чаган, где вопрос с твердым топливом еще не решен. Далее депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет семьи на ближайшие два года. В проекте решения учтено увеличение бюджета города за счет собственных доходных источников на 350 миллионов тенге. Руководитель отдела экономики и финансов рассказала, куда решено направить эти средства. Планируется направить указанные средства на обеспечение безопасности дорожного движения в сумме 10 миллионов на разметку проезжей части дорог, обеспечение функционирования автомобильных дорог 40 миллионов 76, общая сумма на текущий ремонт уличного освещения 29 миллионов 710, обеспечение санитарии населенных пунктов 20 миллионов 142, на начало реконструкции и расширение водопроводных сетей в поселке Холодный Ключ 2 миллиона, для разработки проектно-сметной документации на реконструкцию и расширение водопроводных сетей в поселке Восточный 2 миллиона тенге. В завершение сессии выступил Аким города Ермак Салимов, рассказавший о ходе реализации комплексного плана развития семьи до 2025 года. План включает в себя 56 мероприятий на сумму более 260 миллиардов тенге. Из 41 мероприятия, запланированного на этот год, выполнено два. Это обновление общественного транспорта и внедрение электронного билетирования. Остальные 33 мероприятия находятся на стадии исполнения. Как известно, в рамках проекта, реализуемого совместно с Европейским банком реконструкции и развития, в городе обновляется уличное освещение. От депутатов поступило предложение направить высвободившиеся столбы освещения в сельскую местность. Мы полностью меняем сами столбы. Эти столбы сегодня у нас уже распределены. В первую очередь они предусматривают освещенность к тем школам. Давайте посмотрим. Если что-то там у нас останется, то по необходимости будем и оснащать сельские и населенные пункты. Хотя мы эту работу там уже проводим. Также народные избранники выслушали выступление о ходе реализации молодежной политики, отчет по вопросу бюджета, финансов и развития экономики. И, как стало известно, на сессии был принят комплексный план по развитию окраин города. Сауля Байгалиева, Аслан Ерцбаев, Телеканал Семей.